Игромания представляет В преддверии выхода новых консолей в Activision, видимо, решили, что настало время перемен И без ложной скромности заявили, что нас ждет Call of Duty нового поколения В мире Call of Duty Ghosts самым страшным противником США оказались уже не русские и даже не китайцы, а коалиция латиноамериканских государств Игра открывается сценой с захватом мощнейшего орбитального оружия Один Бойцы коалиции прямо в открытом космосе, в скафандрах и с автоматами наперевес штурмуют станцию управления А мы всеми силами стараемся ее защитить Но как бы мы ни старались, буквально на минуту станция оказывается в руках противника И по штатам наносится ряд мощных орбитальных ударов Нужно отдать разработчикам должное Удивить нас они смогли Космических перестрелок в серии мы еще не видели Вот только сцена уж очень быстро заканчивается И нас переносят на 10 лет вперед Сломленное, но все еще гордое государство США Нам предстоит взять на себя роль Логана Уокера Который вместе с родным братом и отцом защищает границу полуразрушенного государства Поднимаясь по карьерной лестнице, братья присоединяются к элитному отряду призраков Которые, судя по всему, последняя надежда страны в неравной борьбе с южными захватчиками Но интересных поворотов в истории не предвидится Сюжет, как и принято в серии, полностью состоит из голливудских штампов Персонажи светятся патриотизмом А злодеи, как обычно, карикатурны и готовы уничтожить целую страну из-за личных обид Тем не менее, поначалу игра продолжает удивлять Непривычно видеть в Call of Duty постапокалиптические пейзажи в духе The Last of Us или Enslaved Кругом руины, поросшие мхом и деревьями, а по улицам разгуливают дикие животные Впрочем, спустя минуту нас уже стремительно загоняют в окопы И весь остаток игры мы бегаем по хорошо знакомым декорациям Серые городские улочки, дорогие небоскребы, военные базы А цветущий апокалипсис остается далеко позади Как ни странно, несмотря на то, что все эти годы серия росла, что называется, и вширь, и вглубь Call of Duty Ghosts получилась куда более скромной в плане масштабов Если раньше нам каждую минуту на голову падали самолеты, а вдали грозили Нью-Йорку русские подлодки Здесь что-то хоть немного сопоставимое происходит в лучшем случае раз в пару часов Развлечь нас, конечно, пытаются Мы поуправляем боевым вертолетом, постреляем из стационарных орудий, поучаствуя в подводных заданиях В общем, классическая программа Но все это мы уже видели раньше Более того, некоторые сцены повторяются практически кадр в кадр Да и длятся подобные эпизоды от силы и пару минут А затем быстро перетекают в традиционные перестрелки Что враги, что напарники интеллектом не отличаются И могут спокойно палить в потолок, не замечая игрока А уж если обойти противников с фланга, они и вовсе растеряются Вплоть до того, что могут позабыть открыть огонь Сама механика стрельбы, кажется, не особо изменилась с самой первой части Но именно с ней нам предстоит коротать большую часть игры Масло в огонь подливает техническая реализация Если на консолях с игрой все относительно в порядке То на PC стоит готовиться к многочисленным ошибкам, вылетам, зависаниям И просто непомерным системным требованиям И это при том, что, как и ожидалось, никакого Next Gen'а не произошло Выглядит игра немногим лучше Black Ops 2 годичной давности Старый движок не выдерживает груза современных спецэффектов Разрекламированная боевая собачка Рейли Положение тоже не спасает На поле боя она погоды не делает Может, конечно, по нашему указанию Вцепиться в горло особо надоедливому противнику Но, вероятнее всего, она до него просто не добежит Так что четвероногий помощник Чаще только лишняя морока За него дают поиграть Но интересными эти эпизоды едва ли назовешь Все, что от нас требуется, это прятаться в кустах И изредка нападать на противников Неизменным остался и сетевой режим Но это, пожалуй, единственный элемент игры, который в изменениях не нуждается Карты по-прежнему максимально компактные И сталкивают игроков буквально носом Благодаря чему матчи отличаются бешеной динамикой Да и выбор режимов обширный От классического Deathmatch до нового режима вымирания В котором нам предстоит в компании друзей отбиваться от пришельцев Объективно Call of Duty Ghosts оказалась самой слабой игрой в серии Предыдущая глава франшизы Black Ops 2 Помимо стандартных для серии развлечений Предлагала и стратегические вставки И нелинейность И элементы фантастики Но в новой части разработчики решили отказаться от всех этих наработок Сделав гигантский шаг назад И в то же время поставили новый рекорд продаж И сделали просто астрономические кассовые сборы Так что прибережем мрачные прогнозы на другой случай Издатель явно знает рецепт Как правильно продавать Call of Duty Серия как была, так и остается одним из ярчайших феноменов игровой индустрии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok